Приветствую вас, дорогие мои зрители! Сегодня воскресенье, мы с мужем сегодня вдвоем. Дети прошлую неделю были с матерью, и вот как раз на эту тему я хочу сегодня поговорить. Расскажу вам некоторые небольшие моменты семейные. И я думаю, что вам будет интересно по той причине, что это отражение общей действительности семейных отношений после развода и до развода. В общем, слушайте, о чем я хочу рассказать. И хочу послушать ваше мнение, потому что мнение очень важно. Потому что я с такими ситуациями у себя на родине не сталкивалась. Во-первых, ситуация какая во Франции. Недавно правительство било о том, что снимаются ограничения. Со 2 февраля маски на улицах не обязательно. С 16 февраля можно ходить на дискотеки в бары, даже можно принимать пищу стоя. И это все на фоне того, что рост заболеваний высочайший. Высочайший, то есть 500 тысяч в день заболевает. И, конечно, ВОЗ недоволен отменой этих мер. Но Франция пошла вслед за Великобританией и решила вот так вот. Потому что объясняется тем, что вирус настолько заразен, что как бы нет смысла его ограничивать. Вот такие интересные факты. И на фоне всего этого я вам уже рассказывала, что младший ребенок моего мужа общался с девочкой. И она обнаружилась то, что у него ковид. И он с ней тесно общался, несмотря на то, что я ему самолично звонила и говорила, слушай, сделай перерыв, потому что это опасно. Но тогда эта неделя была у мамы. И он слушал то, что она говорит, а она не говорила ровным счетом ничего на самом деле. И он, в общем-то, приболел. Приболел по, опять же, моему настоянию. Опять же, удивительно, правда, удивительно. Я ему сказала, ты сделай, пожалуйста, тест. Потому что, ну, мало ли что. Ну, скорее всего, ты болен. Потому что, ну, общение тесное с девочкой, конечно же, приводит к заразности, к заражаемости любыми болезнями. Он говорит, ну, хорошо. В итоге он сделал тест. Он оказался негативный, отрицательный. И мама его на этом вздохнула и сказала, ну, и хорошо. Ну, ребенок болел. Ребенок болел, он чихал, он кашлял. Я ему позвонила вчера. Я говорю, слушай, ты должен еще сделать два теста, автотеста на задних. Он говорит, да, правда. Я говорю, ну, да, я ему прислала фотографию протокола, что нужно это делать, если ты вакцинирован, не вакцинирован. То есть там целая такая у нас схема. Он говорит, а мама мне сказала, что, в общем-то, хватит. Я говорю, слушай, ну, вот есть протокол. Вот, ты должен по нему действовать. Ты не можешь идти в школу и заражать потом кучу народа, если ты негативный или позитивный. Он говорит, нет, нет, нет. Я не негативный. Я говорю, ну, у тебя же голос простужен. Ты же чихаешь. У тебя горло болит? Болит. Кашляешь, кашляй. Я говорю, слушай, делай тест. Он говорит, ну, ладно. Вчера ему звонит. Ты сделал тест? Нет, не сделал. Почему? Ну, 18 лет, кстати. Такой, не совсем ребенок. Уже такой взрослый практически подросток. Он говорит, нет, не сделал. У меня нет на него денег. Я говорю, у тебя же мама есть. Как бы ты сейчас с мамой. Или давай я тебе куплю этот тест, принесу. Он говорит, ну, хорошо, я скажу. Маме она купит. Ну, ладно. Позвоню утром. Ты сделал тест? Нет. Я думаю, ну, это такой мальчишка. Он очень добрый. Он очень добрый. Но это такой ребенок еще. Вот, на самом деле, 17 лет. Мне кажется, наши белорусские парни в 17 уже такие взрослые. Да, вот у французов, наверное, у многих такая инфантильность присутствует. Я говорю, давай-ка руки в ноги и вперед магазин. Потому что сегодня почти все магазины закрыты. Вот есть такой-то только открытый. Я говорю, и думаю, как бы же обхитрить его? Ну, никак же не заставишь. Маме все равно. Вот, на самом деле, она вообще, ну, вообще ничего. Она поехала в магазин, там, по своим делам, там, что-то подделала. Ну, вот, и все, вернулась без теста. Ну, я не знаю. Вот, я не знаю, как так можно, да? Но я, конечно, я волновалась не только за его здоровье. Честно вам признать, и за свое, и за своего мужа. Придет к нам, должен был прийти сегодня. Ну, как бы так, это не очень хорошо. Вот, он говорит, ладно, я его решил обмануть. Я сказала, ты же тогда в школу не сможешь идти, если у тебя будет позитивный тест. Его как ветром сдуло. Он сразу подбежал в магазин, купил тест. Опять оказался у своей девочки. Говорит, я позитивный. Я говорю, ты не обманываешь. Я думаю, может быть, ради такого он решит обмануть. Скажет, позитивный лишь бы дома сидеть. Нет, он мне прислал фотографию этого теста. Девочка подключилась. Он позитивный. Ну, он болен, конечно. Там было видно. Вот. Он такой хитренький вообще мальчик. Он еще в детстве придумал такие, когда приходила книжка рекламная с подарками перед Рождеством. Он был еще совершенно маленький. Но, чтобы мог купить определенный подарок, он вырезал цены более дешевые из других страничек. И приклеивал более дорогим, чтобы родители не догадались, что этот подарок стоит дороже. Он такой креативный ребенок. Но, на самом деле, очень добрый и, в общем-то, смешной был всегда. Вот. И такая ситуация. Я звоню второму. Я говорю, слушай, ну, твой брат позитивный. Ты с ним общался, общался. Вы ели вместе? Вместе. Я говорю, как это вы ели вместе, если он был контактом первого уровня? Ну, в общем, такая ситуация. Он говорит, я говорю, ты тоже кашляешь? Он, да, я кашляю. Но у меня сейчас аллергия. Насморк. Я говорю, ну, сейчас аллергии быть не может. Потому что ничего не цветет. У нас ядварь месяц. Я говорю, у тебя тоже, скорее всего. Так что иду завтра тоже со своей мамой. И мама твоя тоже должна сделать тест. Ой, короче говоря, такая ситуация. Ну, в общем, кажется, при чем бы... Причем вообще тут я, да? Это как бы они сами должны решать. Но я это делала под контролем своего мужа. Чтобы он, в общем-то, был в курсе, что я здесь развела бурную деятельность. В итоге. В итоге что? В итоге звонит его бывшая жена. И я слышу разговор, поскольку мой муж всегда включает громкую связь, когда с ней разговаривает, чтобы не было вопросов, что и как. Что-то не нужно было объяснять. Эта ситуация мне была крайне интересная. И разговор был следующий. Она сказала, что, слушай, ну да, придется делать тест. Но я не знаю, почему она сама вот об этом как-то не думала. И как-то странно для меня. То есть она вечером бы отправила больных детей сюда. Неизвестно, что с ними. Почему они простужены. Завтра бы они пошли по своим школам, лицеям и так далее. И заражали бы людей. Ну, есть же определенный протокол, действительно, по которому действуешь. У нас он какой? Делаешь сразу автотест, если ты контактировал. Вернее, антиженик. Потом делаешь на второй день автотест. И на четвертый день тоже делается автотест. Вот я, не знаю, почему это все не проделалось. Но слышу разговор следующий. Она говорит, ты знаешь что? Давай будем их держать не по одной неделе, а по две недели. Две недели ты, две недели я. Поэтому пусть они сейчас остаются со мной. Я там проведу все остальные обследования. Я сама обследуюсь. И когда будут они отрицательны, они придут к вам. Ну, в принципе, это нормально. Но суть не в этом. А объясню немножко предварительно. Они когда разводились, они заключили такой контракт с адвокатом, что они будут держать их по неделям. Неделя дети остаются с матерью, неделю дети остаются с отцом. Есть другой вариант, когда, например, кто-то из родителей берет ребенка все время, а второй родитель берет только на выходные и платит алименты. То есть есть такой вариант. Но они выбрали именно неделю и неделю. Для нас это достаточно дико. Я вообще не представляю, честно вам скажу, что я при разводе разрешила ребенку быть с отцом целую неделю с какой-то чужой тетей. Честно скажу, у меня сердце разорвалось. Я бы на это никогда не пошла. Но здесь это принято. Они к этому привыкли, потому что в основном отцы здесь очень хорошие. Практически всех мужчин, которых я знаю, они относятся к своим детям с огромным вниманием и очень добросовестно выполняют свои отцовские обязанности. Мой муж не исключение, а скорее всего антиисключение, потому что он потрясающий отец. Он, конечно, имеет свои недостатки. Ну, как отец, он просто, я не знаю, его жена была с ним всегда абсолютно расслаблена. То есть он их растил. Я ничего не хочу сказать против нее. У всех разные характеры, но он вырастил своих детей полностью. Он их и купал, он их и кормил, он и покупал им в школе, и лечил, и смотрел. И, знаете, ездил в отпуск. И даже когда и во время их женитьбы, то есть жена уезжала к себе там куда-то на курорты, он сидел с детьми или увозил их в какую-то страну, там отдыхали они. То есть это всегда было так. И они, если были какие-то проблемы, они всегда обращались и обращаются к отцу. И, в принципе, это было нормально. И сегодня я слышу следующее. Она ему говорит, слушай, ты знаешь, я от них устаю. Я их вот не выдерживаю. Они у них постоянно шумят. У них там эти подружки, они там мусорят. Я этого не люблю. Я вообще на грани того, чтобы тебе их отдать на все время. Заменить контракт на новый. То есть пойти к адвокату, все поменять. Ты их будешь постоянно держать. А здесь принято детей содержать до того времени, как они закончат учебу. То есть не так, как есть страны, в которых 18 лет ребенок сразу на улицу и делает, что хочешь. Нет, здесь не так. Родители их содержат до тех пор, пока они не закончат свое обучение. Поэтому до этого еще долго. Одному только 19 будет, второму только 17 вспомнилось. И она говорит, мне лучше так, потому что я устаю, я не хочу. И я, конечно, при этом была в шоке. Я их не выдерживаю. А что их, собственно, выдерживать? Потому что они, ну они хорошие дети. Вы знаете, есть разные. Есть, конечно, дети там невозможные, но все равно их всех любят. Родители, мамы. А здесь как-то так запросто спихнуть. Ну мой муж как-то сказал, слушай, ну а кто их будет вообще? Кто за ними будет смотреть? Потому что там и учеба, и все. Кто будет? Если я работаю, например, Ольга, она, это для нее чужие дети. Он так и сказал. Она помогает, она с ними добра, но это чужие дети. Они будут смотреть твоих детей, тем более подростков, с которыми не так просто. Но я с ними сложности, на самом деле, таких вот не чувствую, честно вам скажу. Они не сложные дети. Вот они вежливые, они меня все спрашивают, можно ли что-то взять. Я даже думаю, зачем они спрашивают меня, можно ли что-то взять. Они имеют на все право. Ну, как бы вот так вот странно. Странно. Вот и я, конечно, была в таком замешательстве, как это вот так вот. Но я помню, было такое, что как бы, не знаю, может быть не все они такие, но мне кажется, есть такое, что француженки легко к таким вещам относятся абсолютно. И я поражена. Я поражена. То есть я бы так не смогла. Как-то не смогла бы точно. Даже речи быть не может никакой. Вот. И ребенок должен быть с матерью. Это для меня однозначно. И с отцом, по мере возможности. Ну, мать очень-очень важна. Это, ну, просто нереальная необходимость у каждого человека. Я помню, был какой-то такой момент, когда-то, я помню, когда я только вот, наверное, приехала, я еще вообще не соображала вообще, что и как будет. И я помню, что она говорила, что, ты знаешь, вот когда они, например, в моей неделе, то на обед пусть приходят к тебе, поскольку Ольга не работает, она им может приготовить. И я тогда выпала в осады к нами впервые. И мой муж тогда сказал, слушай, она же не нянька, я приехала здесь работать, моя жена. И что значит приготовить? Готовь сама им, придумывай, что там нужно. И выкручивайся, выкручивайся, там, оставляй в холодильнике и все, как это так. Ну, и как-то такое, это был такой момент очень удивительный для меня, но потом как-то мы с ней, в принципе, в хороших были всегда отношениях. И сейчас мы с ней, в общем-то, почти не общаемся практически, но бывают какие-то вот такие моменты, когда мы пересекаемся в таких вопросах. Но в итоге они договорились, что две недели там, две недели здесь, так будет проще, потому что она сказала, я хочу отдыхать, вот когда на две недели они будут у тебя, мол, я хоть смогу там что-то сделать, расслабиться. Ой, короче, слов моих нету. Вот скажите, пожалуйста, как вы к таким вещам относитесь? Может быть, я просто этого не понимаю, но мне кажется, у французов как-то все это проще, вы знаете, вот у них как-то нет такой взаимосвязи, что ли, между родителями и детьми. Хотя бабушки, я знаю, бабушки помогают своим внукам, здесь нет такого, что прямо вот я часто слышу, что бабушки там живут своей жизнью, да, они живут своей жизнью, конечно, но они с радостью берут внуков, они за ними смотрят, когда могут, то есть здесь есть такое, но здесь как-то более все прохладно, мне кажется, то есть нет такого, такой близости, семейственности, как у нас, мне так кажется. Вот, и какой еще был интересный разговор, это вот я сегодня слышала, а мы с ней встретились буквально пару недель назад, да, когда начались мои все вот эти, знаете, неприятности, и как-то, мы как раз пересеклись с ней, и как-то мы так разговорились, я говорю, да, какой-то период вообще, то одно, то другое, она говорит, да, ты знаешь, что да, вот и про свое там рассказала, что там у нее тоже, что не ладится, все, потом рассказала немножко о своей личной жизни, что там она ничего, ни с кем не хочет общаться, и вдруг такая фраза была брошена, что я, например, люблю своего бывшего мужа, ну, то есть моего нынешнего, но иначе, это не любовь, это, естественно, такое вот чувство дружеской, любовь, да, как к брату, потому что мы столько прожили вместе, мы все начинали, вы знаете, я ее понимаю, вот я ее очень хорошо понимаю, я вот не знаю, как бы вы отнеслись к этому, я к этому отнеслась очень с пониманием, потому что у женщины это заложено, я часто слышу, что у женщины, скажите, за кем такого греха не наблюдалось, да, при разводе, очень скучают по своим мужьям, и им кажется, что они потеряли что-то такое, что вот, на что они имеют огромное право, хотя на самом деле, это же не так, прав никаких ни у кого нет, и вот у женщин, этот материнский инстинкт, он присутствует очень-очень долго, и они очень переживают за своих предыдущих мужьей, там и плачут, и скучают, но даже не как по мужчинам, а именно как вот по своей семье, по ком-то близкам, да, а вот у мужчин это иначе абсолютно, мужчина разводится, у него новая жена, у него новые интересы, вот я не видела никогда в своей жизни мужчин, которые после развода, и после женитьбы на новой женщине, скажем, при каких-то новых отношениях, скучают по своей предыдущей жизни, вот у них такого, как-то я не наблюдала, честно скажу вам, а у женщин есть такое, поэтому я совершенно это не осуждаю, не воспринимаю, что я считаю, что это нормально, нормальная женская реакция, но тем не менее, я поняла, что она одинока, и, ну, она себя чувствует при этом, как она говорит, хорошо, комфортно, но видимо, ей хочется совсем быть одной, может быть, она устала, может, ей хоть даже как-то с детьми сейчас сложно, но вот этого мне никак не понять, может, может, может быть, но как это может быть, я не знаю, ну, как есть, так есть, и я, еще раз повторю, что у французов это очень принято, именно с отцами делить полностью свои обязанности, и отцы, они очень часто неплохие, даже очень хорошие, вот такая ситуация, немножко рассказала вам лично, сейчас покажу, что я приготовила сегодня на ужин, вот такой у нас сегодня ужин лазанья, с тунцом, консервированным, кстати, и с разными видами сыров, сыров, это и пармезан, и грильер, и моцарелла, и я думаю, что будет вкусно, так выглядит лазанья в разрезе, ну, разве это не красота, очень даже красиво, и очень вкусно, и не жирно, тунец без масла, сыра, ну, так не так много, и бешамиль я приготовила сама, в общем-то, классно, приятного аппетита, вы знаете, дорогие мои зрители, как-то сейчас более-менее период спокойный начался, и я надеюсь, что все будет хорошо, и я, даже видите, сегодня так оделась, такое романтичное платье, вот, потому что такое платье, платье надежды, его называем, хорошее, вот так, каких-то захотелось, каких-то валанов, рюшек, чего-то светлого, поэтому решила с вами поделиться вот таким своим образом и своим настроением, вот так, дорогие мои зрители, на этом я с вами прощаюсь, сегодня видео немного личное, немного о культуре, немного о традициях, все получилось вместе, немножко такой каламбур, и заодно там и моя лазанья поместилась в это видео, ну, так уж получилось, надеюсь, вам такой формат понравился, оставайтесь со мной, до новых встреч, новых видео, всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok